Что это? А это вкуснее, чем эта дрипка. Что за бред? Всем доброго времени суток! Сегодня у меня на обзоре дрипка Mad Dog от компании Desire. Дрипка для тех, кому важно, чтобы было дешево и наваристо, а на вкус все равно. Итак, пойдемте ко мне на стол, начнем с комплектации данной дрипки. Вот в такой вот маленькой коробочке спрятана наша дрипка. Написано название Mad Dog. Компания у нас Desire. Веркод для проверки подлинности. Расписана комплектация. Здесь у нас помечено, какого цвета у вас дрипка. У меня черненькая. А с этой стороны нарисовано, какие винты идут в комплектации. Нам положили и шлицевые, и шестигранные, и крестовые. Тут различные манипуляционные знаки и информация о компании. Больше ничего интересного на коробочке нет. Из комплектации только сама дрипка и пакетик с допами. А в этом пакетике шестигранник, оренги, преднамотанные койлы и те самые дополнительные винтики. Теперь давайте говорить о самой дрипке. В принципе, выглядит она симпатичненько. Давайте-ка сравним с тем, на что она больше всего похожа. Гун. И на данный момент у меня еще имеется дрипка друга. Которая на самом деле драга. Но дрипка друга звучит прикольно. Все в фокусе? Да, хорошо. Вы сами видите, что по форм-фактору они примерно одинаковые. Но прям очень уж они друг на друга похожи. Высота дрипки со стандартным дриптипом 33 мм. Без него 26,5 мм. Диаметр 24 мм. А вес 26 грамм. Но это при том, что у меня внутри койлы. Так что отнимите где-то грамма два. Сделана данная собака из нержавеющей стали. Авиационного алюминиево-магниевого сплава. И конкретно дриптип и вот эта вот прослойка выполнены из PEI. Пей. Тот же самый ультем. PEI и ультем это одно и то же. И является сокращением от полиэфирамида. На лицевой стороне у нас очень глубокая гравировка с названием Mad Dog. На дриптипе написано название компании. По бокам у нас псевдо нижний обдув. Снизу пин, который можно регулировать. Вот эта вот прослойка, которая защищает наш мех от нагрева. Якобы. Не, ну мех-то защищает, а акум нет. Надпись Mad Dog, винтик держащий стоечку, знаки и серийный номер. А теперь посмотрите насколько здесь очень весело и здорово держится родной дриптип. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Один из самых первых минусов, которые я хочу сказать уже прямо здесь. Давайте-ка возьмем какой-то другой 810 дриптип. У меня это, например, мой любимый ночной дриптип. Попробуем его вставить. Ну да, он туда встает, как будто я вот, не знаю, просто вот как-то приложила его и все. Дриптип тут от слова есть и все. Такое впечатление, как будто он не держится ни на чем. Скорее всего, когда я буду парить, он у меня вообще на губах останется и снимется с самой дриптип. Короче, болтается он здесь, как мех в стакане. Как видите, у меня здесь спирали уже установлены. Данные стойки довольно спорный вопрос. Честно скажу, мне такие стоечки не нравятся, но я знаю людей, которые вот обожают такого вида стойки. И вот каким образом здесь у нас реализован тот самый нижний обдув. Он правда нижний, как бы он не выглядел каким-то странным. Ребята экспериментируют, ищут что-то новенькое. Но, честно сказать, ничего хорошего они тут не наэкспериментировали. Данный обдув несет сразу несколько минусов, и давайте-ка мы по ним пройдемся. Первый минус такой. Запомните, на какой высоте у меня сейчас койлы. И делайте примерно так же, потому что на другой высоте вы не сможете выжать из этой дрипки вкуса. Далее какой минус? У данной дрипки довольно глубокая ванночка. Давайте-ка мы ее, кстати, сейчас измерим. Чтобы не пустословить, скажем так. Можно сказать, что 8 миллиметров. И можно подумать, что при такой глубокой ванночке сюда можно много залить жижи. Но нет. Во-первых, у нас большую часть занимают эти жирные стойки. Во-вторых, вот смотрите, мы сюда заправим вату, уложим ее, и все, места у нас больше нет. А из-за того, что у нас такой вот интересный обдув, как бы таким сколом, скосом, и является как раз таки краем нашей ванночки, стоит нам залить чуть-чуть побольше жижи, все пойдет как раз таки через край, у нас все будет литься, и здравствуем мутациям. Сами посмотрите, насколько там мало получается свободного пространства под жидкость. 8 миллиметров, и чё? И как это использовать? В общем, ребят, либо маркетинг, либо инженеры не очень. Далее не совсем понятный для меня момент. Введите вот эту вот прокладочку для того, чтобы, мол, у нас не нагревался мех от дрипки. По сути, от дрипки у нас мех не нагревается, все замечательно. Но пин-то у нас все равно нагревается, и получается, что он отдает тепло в аккумулятор. Ну и смысл. Где у меня здесь ваточка? Вот у меня здесь ваточка. Вата понадобится немножечко побольше, чем мы с вами привыкли, потому что ванночка у нас довольно глубокая, придется прямо опустить концы. Вату уложили, жижу залили. Давайте-ка пробовать эту дрипочку. А это вкуснее, чем эта дрипка. Что за бред? А это вкуснее, чем эта дрипка. Что за бред? Сейчас я попробую наполовину закрыть обдув. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еще чуть-чуть закрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лучше палить кулак 50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему моды... Тьфу, моды, блин. Почему баки со сменными испарителями вкуснее, чем эта дрипка? что за неправильность совсем давайте-ка сразу к плюсам и минусам плюс дам за внешний вид она симпатичная мне нравится особенно в черном варианте других как-то не особо показ особенно в зеленом но в черном варианте она смотрится довольно симпатично и чё и какой тебе еще плюс дам плюс за материалы из которых сделана дрипка и на этом у меня плюсы заканчиваются все далее по минусам во-первых этот дриптип очень плохо держится не знаю то ли варинге дело то ли еще в чем в общем вот особенно я сейчас попарила там теперь еди жидкости он вот вообще никак не держит абсолютно никак не держится и даже если мы захотим поставить сюда какие-то свои любимые дриптипы 810 то столкнемся с точно такой же проблемой все будет шататься все будет держаться вот как я уже говорила как мех в стакане следующий минус к этому же дриптипу он маленький такой коротенький мы все равно губами касаемся купола а купол очень греется зря я на нем палец подержала следующий минус дам за вот это вот прослойку ну как минус я бы сказала что это бессмысленное изобретение да мех не нагревается но аккумулятор внутри все равно греется потому что пин у нас все равно греется зачем это было придумано не знаю следующий минус дам за то что она абсолютно безвкусная максимум который из нее можно было выжить я выжила это все равно фигня просто я просто такой дрипка вообще не ходила и никому бы ее не советовала следующий момент хочу дать за вот этот вот обманку там вроде бы как ванночка 8 миллиметров а какой от этого толк если у нас такие жирные стойки мало места и вот этот вот скос за счет которого выполнен обдук это очень странно это очень в общем вы только расстроитесь если захотите взять эту дрипку из-за глубокой ванночке вы расстроитесь а насчет кстати стойчик момент спорный как я говорила лично мне такие стойки не нравится может быть кому-нибудь нравится поэтому это не минус не плюс а вот мое личное мнение стойки эти неудобные что ж тогда получается лично я никому бы эту дрипку не советовала если вы хотите чтобы у вас был вкус навал все примерно одинаково при этом что-то недорогое то лучше взять клон гуна если хотите что-то с нижним обдувом то берите лучше кеннеди но никак не мэтт док на крайняк лучше взять клон кеннеди мэтт док у нас получается как бы оригинал по цене клона как это говорят но нет нет качество у него хуже чем у многих клонов симпатично невкусно дешево и не нужно огромное спасибо моим друзьям из технопара за то что позволили мне ознакомиться с этой дрипкой все-таки она мне интересовала я думала что это будет что-то интересное и вкусное как оказалось нет пожалуй на этом я закончу больше ничего я про нее говорить не хочу иначе я просто буду час говорить о том какая она плохая а этого делать не надо спасибо за то что смотрели все вкусного и густого не болейте наваливайте и будьте счастливы и до скорых встреч пока пока какое сложное начало лучше сказать просто что это дрипка такая-то и не будем затягивать сразу пойдемте ко мне на стол все это прямо оскорбила еще не начав обзор господи ну и что но ведь правда и джаз вкуснее чего поделать и буду сильно затягивать сверху пойдемте сразу в клоузап смотреть на мне не нравится локал за клоузап говорят только крутые обзорщики а я еще маленькая оставлю-ка я первый вариант он хотя бы самый честный ладно всем доброго времени суток сегодня мне на обзоре дрипка мэтт-док забыл опять название господи компании дизайр 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 да всем доброго времени суток сегодня мне на обзоре дрипка мэтт-док от компании дизайр не буду затягивать сверху пойдемте не буду затягивать сверху ого кошмар всем доброго времени суток сегодня мне на обзоре дрипка мэтт-док от компании дизайр не буду затягивать сверху вот опять сверху такое интересное слово сверху кто такой сверху обозить не аж нос записался у меня нос чешется на глупые слова например гоблин такое глупое слово уго блин типа пойдем куда-нибудь уже быстрее господи у меня в руках дрипка я хочу парить варить штопку говно дрипки буду парить на игрушках так сделано это со бета собака меня уже заколебала просто еще ничего про нее не сняла уже на бесит меня сплава из алюминиево магниевая фигня господи забыл слова они авиационные господи какие сложные звуки хорошо высота дрипли со стандартным много-много-много-много-много-много-много звука с высота со стандартным тяжело сложно авиационного алюминиевого магниевого расплавства какой блин гаврики